Встреча подобного масштаба с секретарями местных отделений партии «Единая Россия» проводится впервые. Инициатива поступила лично от партийного лидера, премьер-министра страны Дмитрия Медведева. Главных тем у форума две. Поправки в антикоррупционное законодательство и внутрипартийное голосование перед выборами в Государственную Думу. В течение двух часов председатель Всероссийского совета местного самоуправления «Единая Россия» Дмитрий Азаров рассказывает об основных направлениях работы. Партия намерена сделать все, в том числе очистить собственные ряды, чтобы добиться доверия со стороны населения. Этому способствует лично президент страны Владимир Путин. 3 ноября подписаны новые поправки в федеральные законы. Теперь за неподанную декларацию о доходах депутатам всех уровней грозит прекращение полномочий. Запрещается иметь иностранный капитал всем, включая жен и малолетних детей. Кроме того, теперь чиновники должны информировать коллег о личных интересах в государственных делах. Это проверит специально созданная конфликтная комиссия. Я думаю, что многие присутствуют. Присутствующие ситуации я хорошо знаю. Когда у нас глава профильного кримитета городского округа, который является собственником крупнейшей строительной компании, возглавляет кримитет по строительству, работая в городском. Когда у нас крупный собственник или руководитель одеябургской компании, возглавляет кримитет по земельному институту, создание в городском. Когда у нас самый крупный коммерческий перевозчик, является председателем кримитета, подразумен. Понятно, совершенно очевидно, здесь есть какой-то интерес. Главная цель съезда – донести до местных отделений то, как должен выглядеть кандидат, отправящий партии на выборы в Государственную Думу Российской Федерации. Ему предстоит соответствовать ужесточенным требованиям. Только после этого он сможет принять участие во внутрипартийном голосовании. В Нижегородской области уже вняли требованиям сверху. Сейчас, как никогда, велик запрос на новые лица. Мы смотрим, мы ищем, мы на сегодняшний день даже уже в Нижегородской области сходу можно назвать 20-30 фамилий на наших 5 домандатных округов, которые действительно люди хотят, могут и достойно идти. Внутрипартийное голосование, которое уже фактически становится открытым народным голосованием, оно, думаю, нам на эти вопросы ответит. С одной стороны, до выборов в Государственную Думу еще масса времени. Они пройдут в единый день голосования 18 сентября 2016 года. Но важно уже сейчас проделать работу над ошибками, которые накопились в том числе и после последней избирательной кампании. В этот раз внутрипартийные фильтры станут еще жестче. В праймерис, который намечен на 22 мая, сможет принять участие любой желающий в правом выставить своих наблюдателей. Внутрипартийная борьба должна быть конкурентной, открытой и, главное, легитимной, чтобы в окончательном списке были фамилии кандидатов, за которыми стоят реальные люди, избиратели. Это наш шанс посоветоваться с людьми, посоветоваться заранее о том, какой кандидат должен представлять партию, а значит и избирателей, на выборы в Государственную Думу. И мы обязательно посоветуемся со всеми. И с нижегородцами, конечно же, тоже. Главный спикер съезда – лидер партии Дмитрий Медведев. По его словам, праймерис – это уникальный партийный инструмент, которым пользуется только Единая Россия. В предстоящем внутрипартийном голосовании сможет принять участие любой желающий. Будут рады партийным, беспартийным и даже оппонентам, если их убеждения не противоречат базовой идеологии Единой России. Задача местных отделений – обучить и сопроводить кандидатов. В декабре стартует проект, который так и называется – «Кандидат». Никаких договорных списков со своими людьми не будет. Если вы хотите, чтобы ваш претендент стал кандидатом, а это нормально абсолютно, помогите ему с агитацией, с организацией встреч с избирателями, с проведением дебатов. Другого способа пойти на выборы под брендом Единой России просто не существует. Дать свою оценку кандидатам может любой житель Российской Федерации. Требования такие же, как и на обычных выборах. В списке кандидатов, которые пройдут партийный фильтр, станут известны в июне. Пока же самое время работать над ошибками. До выборов осталось 310 дней. Антон Ганин, Михаил Гордняков. Объективно ННТВ. Из Москвы.